всем привет вот такое вот сегодня необычное начало влога я хочу показать вам немножко дней немножко моментов из своей студенческой жизни в сша в юте и сделать это все формате повествования мне кажется так будет более понятно более интересно возможно вот всем большое спасибо кто меня смотрит за то что ставите пальчики вверх пишите комментарии мне очень это приятно а те кто здесь впервые если вам понравится это видео я тоже очень искренне жду от вас пальчики вверх и подписку надеюсь вам понравится это видео и желаю вам приятного просмотра утро одна из самых важных частей дня для меня как его начнешь так и день выпадет и последнее время стараюсь начинать день максимально спокойной обстановке не читать утром мессенджер не проверять почту до тех пор пока не сделать свою утреннюю рутину и обязательно вкусный а самое главное полезный завтрак в этот день главной моей задачей было съездить на поиски новых апартаментов и доехать до доллар-3 за необходимый набор продуктов короче весь этот долгий путь на моем железном друге был проделан для того чтобы посмотреть квартиру и поговорить с менеджером лизинг офиса но никого нет никто не открывает так что сейчас попробую позвонить ну или не я попробую позвонить ну вот так вот конечно еще есть лизинг офиса вот еще апартаменты может туда попробовать но не знаю тут будут вставлены кружочки как я искала песика короче стояла ждала у лизинг офиса увидела как бежит собака сначала я не поняла потом поняла что она убежала и я побежала за ним потом я не поняла действительно ли он сбежал потому что бежал он слишком прямолинейно и я остановилась а сзади меня сбежал его хозяин и я поняла что он все-таки сбежал и в итоге я побежала но мы его не догнали в итоге я его увидела тут будут вставлены кружочки как я отправлял теме этот мега трип фу чат я уже ни в какие лизинг офиса не хочу блин после такого и короче стою пытаясь этот лизинг офис страны тут вижу бежит маленькая собака я не понимаю а потом так понимаю что она сбежала начинаю бежать за ней она быстрая я бегу-бегу в итоге останавливаюсь то что не понимаю типа она бежит очень целеустремленно и потом за вижу что за мной бежит хозяин ее и я короче начинаю с ним вместе бежать я ее еще вижу но какой-то момент короче я ее потерял когда на него видимо отвлеклась начала ему объяснять я ее потеряла вон она я вижу я вижу ее все теперь осталось чуть-чуть найти дойти до велик и найти его хозяина он где-то тут бегать трэш все все успешно собаку хозяин я пошла за велик и надеюсь сегодня это самый прекрасный момент видеть что он на месте просто я убежала наверное квартала 2 от него за песиком мой друг так прикольно зарядочки для тесла и одни сплошные тесла конечно короче все круто классно я доехала до магазина но проблема в том что около магазина негде поставить велик то есть вот магазин там вот вообще нету и пришлось бы припарковать на штуке для этих ну надеюсь ничего не скажет но я постараюсь быстро сходить в магазин и уехать отсюда потому что честно я уже без сил абсолютно копейки красные я не знаю что это показывает что я покупаю потому что я покупаю достаточно базовые вещи вот и нахожусь я в что-то типа фикс прайса типа доллар как называется тут фиксировано все по доллар 25 но есть вещи которые дороже они так написано что они стоят дороже например так ну велосипед еще на месте надеюсь сейчас мне не прикрепили бумажечку какую-нибудь ну ладно самом деле точно нет вот ну все наверное домой может быть заеду в какие-нибудь апартаменты не знаю что-то а и и и и и и Я дома. Мне не верится даже, что я дома. Мороженое даже, прикиньте, не растаяло практически. Интересно, такая белая из-за SPF. Капец, да, SPF работает. У меня белый такой оттенок лица, это из-за SPF. Так, перекус, таксистачек, колд кофе, вот это вообще, вот эта тема моя любимая теперь, особенно после такого трипа на велосипеде. Мне очень сильно нравится магазин ROS, это что-то типа нашей фамилии, я обожаю туда ходить, я обожаю там выставить какие-то прикольные вещи. Если хотите, я как-нибудь, наверное, могу снять вам видео с покупками из ROS. Вы можете написать мне, что бы вы хотели видеть, потому что там все продается, начиная от кофейных капсул, заканчивая брендовыми какими-то вещами, сумками и так далее. Вот, так что да. Но этот магазин люблю не только я, но и вся наша семья. Так что в следующем фрагменте видео вы увидите. Очень милый момент, это просто что-то с чем-то. Вот. Короче, пришли с джубитым-пим-пум, с джуном в ROS. Ну, просто поглядеть, что есть, что нет. Вообще, мне нужен шампунь для головы, но сначала надо просто оглядеться, что тут есть. Вот я сейчас в отделе обуви. Вот, но что-то я на свой размер особо ничего не вижу. Там прикольные вэнсы, но маленькие для меня. Вот, а так. Если что-нибудь интересненькое будет, я, наверное, сниму. Пока я чуть ничего особо интересного сейчас не вижу. Что, Мамор, прям выберешь? Ты прям выберешь сейчас? Нет? Интересно, он не берет их, потому что он понимает то, что это нельзя или что? Мамор, только вот эта игрушка мне подходит. Мой размерчик. Так, он полез поближе смотреть. Блин, как он все изучает. Ай, какая-либо бытная собака. Я не могу. Все, выбрал? Ты выбрал игрушку себе? Что, из какой-то остатки? Смотри, да, на рамках. Не плохой выбор, Мамор. Типа, дорого? Угу. Ну, подожди, он, может, еще не готов сделать свой окончательный выбор. Ну, походу, вот этому почему-то мне кажется... Да, это ему больше всего понравилось. Он реально выбрал свою игрушку. Что, берем? Ну, пойдем. Реально? Все, Маморка выбрал. Джунь, ты, как всегда, в пролете. Да. Я не могу собрать все. Все, это его. Он реально сам выбрал игрушку. Все. А мама пойдет себе и выберет игрушку. Мамору. Мамору. Короче, сегодня у нас Peer Pine Day в Ютьюн, Солтой-Сити. Это день, когда основатели штата пришли на эти земли и сказали, что здесь будет место. Здесь будет Юта. На самом деле очень странно, потому что где-то написано то, что парад в 9, где-то написано, что парад в 10, а в итоге я не понимаю. Я посмотрела просто по картам закрытой дороги, потому что это будет некий парад по дорогам. И написано, что дорога, на которую я хотела сходить, ближайшая, где будут они проходить, закрыта до пол-одиннадцатого. То есть, соответственно, значит, в это время уже парад пройдет. А мне примерно идти до этой дороги минут 30. И вот поэтому я не очень успеваю, мне кажется. Вот. Это, кстати, аптека, рядом с которой... Ой! Блядь! Рядом с которой постоянно... Точнее, из которой постоянно играет какая-то сумасшедшая музыка. Не знаю, наверное, не слышно сейчас, но вот я нахожусь от нее далеко и слышу эту классическую музыку, но она какая-то нагнетающая, как по мне. Я не знаю, слышно ли крики людей. Ну да, там что-то происходит, едет. И даже есть люди, блин. Может быть, я даже что-то успею посмотреть. Люди прям реально со стульчиками сидят, смотрят на это все. Pioneer Day в Юте отмечается как государственный праздник 24 июля, символизирует день, когда лидер Мормона, Бригам Янг и его группа первых поселенцев прибыли в долину Солт-Лейк в 1847 году. Этот день считается важной частью культурного и исторического наследия штата, и празднование включает в себя множество разнопраздных мероприятий. Парады, фейерверки, родео, что является популярным развлечением среди жителей штата, фестивали, ярмарки и исторические реконструкции. Короче, люди прям говорят, что типа с часов в 12 ночи занимают места, чтобы посмотреть парад, и тут люди просто с холодильниками, с кучей еды прям сидят и смотрят парад. Прикольно, блин, я решила пойти подальше, но подальше, походу, будет одно солнце. Девчонки, уберитесь в том, почему-то. Человечки. А что на коняшке? Ой, там не пони! Ой, ой, эти как они! Блин, они блестят. Так, надеюсь, они хорошо ухаживают. Для меня, конечно, животные, которые созданы для развлечения, вот такие. Я надеюсь, что за ними очень хорошо ухаживают, что их любят. И не эксплуатируют слишком сильно. Я иду опять в тенёк, потому что мне очень жарко. Там очередные марширующие люди. Насколько я поняла, участие в параде является платным. И некоторые коммерческие компании, как, например, Чикфиле, участвуют в параде, да, попробуют планировать себя. Мне кажется, это прикольно и интересно. И очень круто, как каждый с энтузиазмом и с очень крутым вдохновением подошёл к созданию платформы. И так как в тот день я забыла само микрофон, это записываю сейчас. Вот тут я снимаю трамвай. Одна из очень важных и классных вещей в Юте, в Солт-Лейк-Сити, потому что, если бы не трамвай, я не знаю, как бы мы передвигались вообще по этому городу. Вот. А вообще, очень классный, очень прикольный парад был. Мне тут дали водичку бесплатно. Каждая платформа относится к определённому городу или району Юте и Солт-Лейк-Сити. И на каждой из них изображена церковь Иисуса Христа Святых последних дней. И мне поразило то, насколько детально они изображают эти церкви. Это очень круто. Вот. И меня это поразило. Прямо, правда, поразило. Тоже классная, кстати, платформа. И автобус – это копилочку к трамваю. Я, пожалуй, быстро смоюсь, потому что я боюсь, что сейчас тут будет куча людей, которые, как и я, смываются. А ещё, наверное, сейчас будет куча людей на трамвай. Ну, ладно, так уж и быть, я дойду пешком. В целом, не так долго идти до дома. Вот так. Может быть, ещё сегодня пойдём в Либерти-карк, но я не уверена. Вот. Микрофон работает отлично. У меня есть в таком оутфите. У нас какой-то небольшой апокалипсис. Мне интересно, как справится наушник с тем, что... Точнее, микрофон с тем, что на улице жуткий ветер. Но, наконец-то, я чувствую себя на улице просто прекрасно. В том плане, что я не умираю от жары. Мне кажется, меня не слышно. Сейчас проверю. Но это вообще... Да, сегодня даже утром какой-то дождик был. Но как бы дождиком это не назовёшь. Но да, я сегодня вообще просто весь день посвятила тому, чтобы навести порядок дома, перестирать кучу одежды. Вот. И сейчас сидела, приготовила покушать и подумала, что хочу сходить в Рос. В прошлый раз мне не удалось ничего купить в Рос, то, что мне было нужно. Хочу попытать сейчас удачу и посмотреть, может быть, там будет что, что мне нужно. И я надеюсь, меня слышно. Сегодня заметила вот этот домик. Мне так нравится вот это вот, как сделано. Вот эта вот часть вообще прям так миленько смотрится. Ещё пока я иду, я проверила то, что микрофончик в целом ловит то, что я говорю. Мне сейчас будет интересно, не скажет ли у меня ничего в магазине, за то, что я как бы с микрофоном буду снимать что-то на видео. Мне очень интересно. То есть, мне кажется, в России прям бы, ну, я помню, смотрела какие-то блогеры, частенько там типа упендривались то, что будет видео. Не знаю, как тут, посмотрим. Также у меня что-либо. Вот. Но он такой, он не очень заметный, наверное. Не знаю. Наверное, заметный. Вот. Ну, посмотрим, короче. Что? Во-первых, тут дурацкая эта хрень. А во-вторых, то, что все мои бигуди, которые я себе купила, сегодня, просто пошли нафиг. Вот, какие прикольные рыбаки. Классные рыбаки. Даже мой размер, но я их не буду брать. Третье третбаксы. То, что у меня уже есть кроссовки, пока что достаточно. Короче, стою, читаю, типа там, смотрю, какой-то прикольный шампунь. Смотрю, упаковка прикольная. Стоит это, если что, ну, типа, есть отдел для животных. У нас стоит на отделе для животных, то я просто вижу, что я уже рассматриваю, потом вижу, фо-догс. Я такая, ну, понятно. Блин, для такой свет, я такой у вас не проживаю. Короче, что-то я не могу найти вообще никакого шампуня, который бы был, прикольно, но не подходящий. Простите, но я хочу посмотреть, как она выглядит. Ну, типа, на корзинке выглядит неплохо. Сейчас я смогу открыть, посмотреть. Лейна. Но мы просто как-то видели такую фигурку здесь, и она выглядела не очень. Что-то еще есть. Тресетки и поп-лоти. Не знаю никого. Не смотрела все это. Ну, Бэтмен. Это женщина-кошка, только знаю. Так никого не смотрела. Но вот эта фигурка выглядит очень милой. Я не знаю, что это и откуда это. А, это типа Люди Х, Циклон. Ну, короче, кофе. Но она выглядит очень миленько. Мне нравится. Такая девочка. И вот эта тоже нравится. Наверное, нужно поговорить цены. Ну, типа, вот эта стоит вот сколько. Куча-нибудь все идут в пределах 5 долларов до налога. Еще налог сверху. А вот эта сколько стоит? Семята. 15. 5. В прошлый раз Мамора выбрала себе игрушку. И, кстати, ей уже плохо. Вот. Но я сюда закажу. Потому что, мало ли, тут можно найти что-нибудь интересненькое. Но пока я не... О, нифига себе поилочка. Но пока я чуть не вижу ничего особо интересного. Чтобы мне было нужно... Ну, точнее, не мне, а собакам моей. Вот. Ну, тут куча всяких игрушек. Ой, ого. Вот это, я думаю, Маморе бы по его зубам. Ну, и вот этот уже жестко. Хотя нет. Это разодерет. Вот это, мне кажется. Это тоже быстро сдастся. Ну, и вот это классно. Могу сказать, что почему-то я очень сильно устаю, когда езжу по этим магазинам. Я не знаю, почему. Но что по продуктам, что вот по таким, я потом очень сильно вымотана. И тут благо как бы дойти просто до дома пару шагов. А когда едешь в продуктовый магазин, это обычно далеко. И нужно добираться на каком-то транспорте с помогателем. Вот. В общем, да. Вердикт такой, что я устала. А еще я держу телефон на вытянутой руке, и на ней у меня висят покупки. И сейчас она у меня отвалится. Не знаю, с каким светом смотреть. Ну, ладно, в целом, не важно. Ой. У вас там, наверное, сейчас был прекрасный звук. Моя укладка пошла далеко надолго. Короче, купила, как всегда, необходимые ненужные вещи. Как это я люблю говорить. Вот. Такие расчесочки. Короче, они, не знаю, они reduced. Я здесь напишу, что это значит, потому что я сама не очень разбираюсь. И они вместо трех с половиной долларов стоили доллар сорок девять. Зачем мне такие дурацкие расчески? Ну, потому что... Потому что я хочу. Потому что почему бы нет? Да, вот так вот. Хоп-хоп. Ну, что, удобно в сумку положить. Это скапистая она огромная. Свою расческу. А это раз удобненько. Такой гребешочек. Не знаю. Для чего-нибудь. Ну, кстати, волна держится. Но челка. Точнее, все, что от нее осталось. На все я потратила... Девятнадцать девяносто. Вместе с таксами. Вот. В целом, наверное, нормально. Вот. Купила лак для волос. Как раз таки, чтобы челка держалась чуть подольше. Штучку для снятия макияжа. За пять баксов. И шампунь, которого мне хватит, наверное, на год. Потому что у меня шампунь... Ну, особенно, если он хороший. Если его не надо миллиард выдавливать, чтобы он напенился. Вот. Его хватит надолго. Так что вот так, да. Четыре айтема почти за две тысячи рублей. Но в целом... Whatever. Да. Что еще я могу сказать? Я снимаю влог. Воскресный влог. Я очень надеюсь, что звук пишется нормально. Потому что тут ветер. И я решила сегодня снимать не с мохнатой штукой. Вот. Но вот такая тут красотыща. Я не знаю, мы едем куда-то кушать бургеры. Или не бургеры, не знаю. И останавливаемся по пути, чтобы потом, наверное, куда-нибудь можно покупаться, съездить. Вот. Я надеюсь, меня видно. Я сегодня со штативом, с микрофоном. Деловая цаца. Вот. Очень... Ой, господи, какие-то трупы валяются. И он там даже красивый. Нет, что... Ой, господи, какие-то трупы валяются. Ой, какие-то беконы. А еще нам всем принесли поводичек. И мы поставим на сую. Ой, который я только что разлила. Это не важно, поэтому мне недорого здесь ухудшись. Мне тоже дорого здесь. Моря. А у нас чипсы. Мы поели, но Тема не очень обрадовался. Мы сейчас расплачиваемся и уходим. Но я хотела заснять интерьер. Это очень прикольненько. Можно поиграть в бельярд. Bye-bye. Очень мы расстроили. Ну, точнее, я не расстроилась. Мне пофигу. Ребята как-то не очень довольны. Тема не очень довольна, особенно. Вот. То, что нам принесли вместо картошки фри чипсы. Но суть в том, что доплата за картошку фри стоила 2 бакса. Вот. А нам это сказали, когда нам уже принесли эти чипсы. Точнее, нет. Он сказал 4 бакса. Мне почему-то послышалось 4, нет? Он сказал 4, а о том, что стоят 2 мы узнали уже из чека. Вот. И казалось бы, сделать его просто бургер стоимостью 20 баксов и подавать его с картошкой. И всё. Вот. Ну, я не знаю, мы сейчас куда-то едем. Снова. После того, как мы вышли из этого кафе, я была на самом деле, ну, не то чтобы в каком-то неприятном расположении духа, мне не было как-то прям обиды за то, что мы недостаточно хороший обед получили. Хочу вам пояснить. Бургер стоил 19 баксов, что как бы, ну, для штата в целом нормально. Но для штата в том плане то, что сходить в центр, например, плюс-минус в бар, там бургер будет стоить те же 19 баксов. Это было, как, ну, знаете, место, вот, в которое ходят чисто местные. Местные – это люди, которые живут за пределами города, живут в каком-то, ну, своего рода посёлке и приезжают туда, потому что они могут там пропустить пару бокалов пива, сесть в тачку и доехать там 5 минут до своего дома. Но то, как это я увидела, потому что мы заметили это место просто максимально случайно, потому что мы не едем, когда мы выезжаем куда-то в путешествие, да, в нашем мини по окрестностям, вот, мы просто без цели куда-то просто едем и что-то подмечаем. Нам сначала показалось, что это классное место как раз-таки, ну, точнее, не нам, ребятам, потому что оно не сетевое, и типа не сетевое место там классно, потому что я изначально хотела поехать в сетевое что-то. Вот, и, во-первых, ну, по нам очень видно, что мы туристы и что мы не native-спикеры в английском языке. Наш английский, ну, мягко говоря, средний, вот, но он, этот официант, даже как-то не попытался пойти нам навстречу, как-то более понятно все объяснить. Я понимаю, что он не должен, что он не обязан, но как бы чисто по-человечески, да, вот. Мы начали у него спрашивать по поводу, входит ли картошка в эту цену, потому что тут очень часто бургер подают с картошкой уже как бы, ну, вместе. Вот. И он сказал сначала да. Потом наш друг, он просто более часто путешествует и ходит по таким местам, он себе попросил экстра картошку. Мы с мужем подумали то, что он им попросил экстра, и это имеется в виду экстра порция, то есть увеличенная порция. Мы еще раз спросили, бургер идет с картошкой, и он как бы сказал да, пояснил чипс. Я знаю, что такое чипсы, но я в тот момент даже как-то не могла подумать, то, что он говорит о реальных чипсах, потому что я никогда в жизни не встречала, чтобы к бургеру давали чипсы. Мы такие, ну ладно, мы ждем свой бургер, в итоге нам приносит бургер с чипсами, и мы спрашиваем, почему чипсы, почему не картошка? Он говорит, потому что картошка – это экстра. Мы такие, экстра, типа, ну, мы думали то, что экстра – это увеличенная порция. Он такой, нет, не увеличенная порция, это экстра оплата. Мы спрашиваем, хорошо, сколько будет доплатить, стоит доплатить за картошку? Он такой говорит, 3-4, короче, вот так вот. И как бы, да, 2 доллара, 4 доллара – это маленькая разница. Но, возможно, если бы он более как-то это, ну, попытался бы как-то разрешить ситуацию, сказать, ой, вы не поняли то, что картошка… Да, конечно, сейчас я… Ну, короче, я не знаю, может быть, вы мне ответьте в комментариях, кстати. Может быть, для вас это как бы покажется то, что мы не правы, вот, что мы должны были как-то сами, да, разобраться в этом. Но мне кажется, что если бы просто он попытался эту ситуацию как бы немножко сгладить, да, попытаться как-то помочь нам, разрешить эту ситуацию, а он просто сказал, 3-4 бакса стоит картошка, и начал уходить. Даже он понял, что мы типа, ну, как это, мы такие, типа… Ну, то есть он не был вовлечен в то, чтобы разрешить ситуацию и принести нам вместо чипсов картошку. Мы готовы были за это заплатить. Ладно, мы поели, естественно, был испорчен, как бы, и все впечатление было испорчено. Не сказать, что прям бургер был какой-то мега, и причем наш друг, который путешествует больше, чем мы, сказал то, что бургер не был большим, то есть это обычный бургер, потому что изначально нам сказали, что у нас очень, у нас один из самых больших бургеров, вообще большой бургер. Вот, но при этом я как бы наелась, но, возможно, я наелась просто потому, что у меня был немножко такой осадок. Потом, значит, мы попросили оплату, спросили, работает ли Apple Pay, он нам сказал, нет, Apple Pay не работает, мы сказали, хорошо, что мне делать, ну, короче, неважно. Apple Pay не работал, да, в итоге выяснилось то, что как бы он, типа, как бы работает, ну, как бы не работает, в общем, что-то такое. Также мой муж этому официанту, когда он принес нам бургер, когда вот этот весь диалог произошел, сказал то, что я, скорее всего, вот, оставлю вам, ну, одну, one star, типа, one, ну, короче, одну звезду, не one star, как-то по-другому, он сказал, я не помню. В общем, оставлю, ну, типа, неположительный отзыв о вашем заведении. И официант, вместо того, чтобы, ну, как спросить, ну, в общем, хоть как-то посодействовать просто, как бы, потому что это его работа, он сказал, мне без разницы, это заведение всем нравится. Вот, я приложу то, что мы, действительно, мы оставили не очень положительный отзыв, но мы никого там не оскорбляли, то есть мы написали просто наше впечатление о этом заведении. И вы можете видеть, вот, после чего, после вот этого мое впечатление об этом месте упало ниже нуля. Если когда мы вышли оттуда, я еще пыталась как-то успокоить ребят, сказать, да ладно, ну, типа, пофигу, то после вот этого, после того, что они ответили нам в отзыве, я просто понимаю, то, что это не заведение, это заведение чисто вот для реально людей, которые там проводят все свое время, постоянно, каждый день. Это не для новых посетителей. И если новому посетителю, новому клиенту что-то не понравится, скорее всего, с ним никак не проработают эту ситуацию, ему никак не помогут, не разобраться, ничего. Я понимаю, что этому заведению, скорее всего, без разницы вообще на негативный отзыв, потому что там очень много положительных отзывов, вот, но то, что нам на неположительный отзыв, то есть мы в отзыве никого не оскорбили, а нас в ответе оскорбили, сказав то, что мы, видимо, хотели бесплатно поесть, что таких хамских и наглых клиентов у них никогда не было. И честно, честно, я в шоке с вот этого ответа, потому что я никогда не сталкивалась с тем, чтобы на мой, не негативный, а просто неположительный, потому что я не говорю, что этот отзыв негативный, это отзыв просто неположительный, о впечатлении, он как бы есть положительный, есть отрицательный, это отрицательный отзыв, чтобы на отрицательный отзыв клиента отвечали негативом в ответ. Для меня это прям что-то непонятное, я не знаю, но я в целом понимаю, почему, потому что это заведение уровня забегаловки, которое абсолютно без разницы на новых клиентов, возможно, они подумали, что мы первый и последний раз в них будем, но я могу сказать, что если нам с моим мужем, если нам какое-то заведение очень нравится, мы в него придем еще и еще и еще. Это как пример с заведением в Батуми, когда мы жили в Грузии, в Зубдиде, мы, ну не то чтобы часто, но мы ездили в заведение, мы ездили в Батуми по каким-то вещам, потому что это был самый ближайший большой город. И мы один раз попали там в кафе, и каждый раз, когда мы приезжали в Батуми, мы ехали в это место, мы туда повезли своих друзей, когда они к нам приехали отдыхать, мы повезли маму с сестрой моего мужа в это заведение принципиально, конкретно в это место, потому что нам оно очень понравилось. Так что, если у вас какое-то заведение есть, пожалуйста, не реагируйте хотя бы на негативный отзыв негативом, на отрицательный отзыв негативом, попытайтесь хотя бы в ответе на отзыв немножко сгладить ситуацию, потому что не все люди, которые проездом заходят к вам покушать, не факт, что они больше никогда к вам не вернутся, потому что если ваше заведение оставит действительно офигительный отзыв, люди приедут. А еще больше скажу, бывают такие места, где очень дорого, но если ты понимаешь, что это дорого оправдано, негатив от дорогой цены пропадает, просто потому что ты действительно получаешь удовольствие от еды, и ты как бы забываешь о том, что ты очень много денег отдашь. А тут мало того, что еда была невкусная, так еще и остался негатив от общения с официантами, ну, с официантом конкретно, с одним, и негатив от того, что мы отдали, ну, небольшую сумму, но нормальную сумму там типа за невкусный бургер. Ну, мы доехали до какого-то озерца, тут еще повал деревьев, это, мне кажется, кемп какое-то, кемп-место на кемпинге, да, кемп-граунд. Вот. Ой, пахнет, правда, вкусненько с беляными деревьями. Блин, а тут прохладненько так-то, такой ветерочек прям холодноватый, надеюсь. Такие маленькие елочки растут. Вау, такой прекрасный заход в воду, да? На машине прям съехать, на лодке, на лодке. Обожженное дерево. Обожженное дерево. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красивые виды Добавил субтитры DimaTorzok Короче, стояли, мы тут фоткались И я заметила вот это Не очень понятно, чьё это Ну, может быть, какого-нибудь домашнего животного Выглядит, как домашнего животного Ну, ладно Всё, пойдёмте отсюда А ещё тут в округе Можно заметить кучу Таких вот деревьев Сухих Как нам объяснил Боря Это караед всё сделал Вот, и ничего с этим нельзя поделать Ну, наверное, я не разбираюсь Ну, выглядит немного удручающе На самом деле, эти деревья сухие Представляете, если бы тут ещё было всё Ну, как бы не сухие такие деревья А прям вот Огромные Огромные кроны Огромные кроны Короче, мы проездом В штате Вайоминг Ну, просто мы, типа, ехали И заехали в Вайоминг И решили зайти в местный Walmart Посмотреть, чем же он отличается Я, конечно, думаю, что особо ничем Вот Но Сейчас посмотрим, так сказать Я не знаю, как это работает Но я просто Вот мне 26 лет Мне так нравится Такая кукла красивая Очень красивая кукла Хочу коллекционировать куклы Ну, когда мне будет много денег Я буду их коллекционировать Ой Это очень красивая кукла Но это пневматика, мне кажется Да, 100% Но она так лежит Типа Стоит 3-4 бакса Так Но это неинтересно А вот это вот А вот это, короче, патроны Просто в Walmart продаются Прикол И оружие 860 923 бакса Гладкоствольные? А чем они отличаются? Ну, то, что стреляют из оружия С гладким стволом Типа 12-20 Это вот Патроны, которые В основном Оружие Оно гладкоствольное Для вот этих калибров Прикольно Вот Но в любом случае В продуктовом магазине Можно купить Оружку И И патрошки А, все, я поняла Что за патроны Все, я поняла Подожди, подожди Дай-ка смотри Дробовик Это называется Клуб послал Ну, это не обязательно Что дробовик Это может быть Патроны дробовые Может быть, пулевые Тут уже, походу К Хэллоуину Готовятся Ну, или К осеннему Какому-то сезону Мне очень Вот эти вот Нравятся штучки Классные Ой, вот эти Классные Тоже очень Они мягенькие Такие Ну, и, конечно Такие штучки Мягкие Как вам вот такие Товары Магазины Что это И зачем Это Закупившись В Волмарте В штате Вайомин Мы поехали Домой Счастливые После такого Литного путешествия Готовить Ужин Гораздо вкуснее Чем тот Бургер Который мы ели На обед И прекрасно Проводить время Надеюсь Вам понравился Этот влог Пожалуйста Оставьте свои Комментарии О вашем впечатлении Мне очень приятно Будет почитать Все Вот И Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Увидимся В следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok